Но давайте я все-таки вот то, что я рассказывал сейчас, посмотрим просто, опять же, не как обучение, а как пример, что это на самом деле используется, надо всего лишь разобраться с некоторыми вещами. Вот смотрите, в Django используется совершенно обычное объектоориентированное программирование при создании моделей. Вот пример использования абстрактного класса в Django. Я просто поясню, вы поймете на что обратить внимание. Вот смотрите, сама возможность создания абстрактных классов в Django уже создана. Мы написали абстрактный класс item-базы, куда вбили пользователя, заголовок, дату создания и дату обновления. Для того, чтобы, например, Django знала, что это класс абстрактный, мы вписали в мета абстракт равно истина. Ну и дальше весь основной код. Теперь мы, когда делаем новый класс, то есть мы, допустим, создали класс текст. И в тексте у нас было важно создать только контент. Но обратите внимание, в первом случае класс текст мы добавили контент. Да? И это у нас текстовое поле. Давайте посмотрим, как это на практике. На практике это выглядит следующим образом. Сейчас, чтобы поняли, что абстракции это совершенно реально используемое в программировании. То есть, если я возьму, допустим, сейчас создать курс и возьму управление контентом курса, то мы видим текст. Вот это тот текст. А вот видео с YouTube, а вот прикрепить файл. Но обратите внимание, второй класс, который мы создавали, это класс работы с файлами. То есть, получается, мы отвечаем себе на вопрос. А вопрос следующий. Абстрактно мы заложили, что важно, какой пользователь создал, важно, чтобы был заголовок создания и обновления. А уже потом мы начали использовать этот же класс для текста, этот же абстрактный класс для файлов, этот же абстрактный класс для картинок. Но при этом Django, когда создает нечто уже из абстрактного класса, оно добавляет вот эти четыре поля, а к тексту поле контент. Благодаря чему в реальности мы получаем в тексте вставить редактор, в картинке, в видео вставить ссылку. То есть, поняли, это совершенно живая методика, и она используется везде. Это не урок, но это пример, что это совершенно реально. Поняли, да, общий смысл?